Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в танцах на льду. Диана Дэвис и Глеб Смолкин по сумме двух программ набрали 179,82 балла. Они прокомментировали свое выступление, времени отдохнуть было больше, чем если бы мы катали подряд два дня, но не сказал бы, что успели прямо отдохнуть, сегодня была ранняя тренировка в 6 утра, ранний старт. Волнения было чуть больше, чем перед ритм-танцем, тогда его практически не было вообще, а тут мы сразу почувствовали, что присутствует волнение, что придется с этим справиться. Но мы счастливы, что это получилось. Мы знаем, где наши несовершенные стороны, стремимся к совсем другому качеству катания и уровню эмоциональности. Мы надеемся, что все будут думать, что мы та самая пара, которая выступала на Олимпийских играх. Возможно, это будет немного поднимать наши компоненты для следующих турниров. Сейчас пока оценки не максимальные, благодаря тому, что нас мало кто знает, многие судьи нас видят впервые, сказал Смолкин. Александра Степанова и Иван Букин начали свой прокат просто прекрасно, но в конце программы у партнерши слетело ребро конька во время одного из элементов. Сумма составила 205,07 и они уступили дуэту из Италии. Виктория Синицына и Никита Кацалапов справились с прокатом и вышли в лидеры. Они набрали 220,51. Но Габриэла Попадакис и Гийом Сизерон не оставили шансов кому-то их обыграть и стали олимпийскими чемпионами. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что организация не считает Олимпийский комитет России виновным в ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Если Валиевой разрешить участвовать в соревнованиях, это не будет означать, что она не замешана в допинге. Если спортивный арбитражный суд примет решение, что ей нельзя соревноваться, то это также не будет означать, что она признана виновной. Нужно внести ясность, мы должны подождать завершение процесса. Напомню, Камиле Валиевой всего 15 лет. Мы все уважительно относимся к закону, поэтому важно избегать домыслов и спекуляций. Чистые спортсмены должны продолжать верить в систему. Система работает медленно, также юриспруденция работает медленно. Что касается награждения, то все другие команды также ждут церемонии не только Валиева. Мы все ждем окончания процесса, сказал Адамс на брифинге. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.